И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севна, мы продолжаем проходить книгу ненаписанных историй 2, и в общем-то мы в таком диком обломе на самом-то деле, я-то думала, что мы всё забрали, всё хорошо, а мы забыли компас, и когда мы пытались его получить, нас нагло выперли, да впрочем, чё я вам рассказываю, вы всё это видели прекрасно, и у нас здесь стоит мерзкая обезьяна. Вы только посмотрите, думают, что он какой-то особенный, только потому, что он побил взрослого мужчину. Действительно, у него ключ, но я не хочу с ним драться. И чё? Хочешь съемок? Не? Не хочешь? Ой, а это же переодевалка, господи, ну да, да. Ну нет, слушай, сними. Я, конечно, всё понимаю, но... Может он хочет... Зачем он мне телефон? Подожди, может мне со зверем что-нибудь сделать? Он же умеется, а ты, мартышка, говори там на своём вот этом тарабарском... Оба-на. Вот это баги. Мы как бы тут, но мы как бы там. Это как вообще? Ну-ка, подожди. Нет? Там, Нейт, типа я туда не пойду. Прикольно. Ну-ка, подожди. У тебя искра жизни, переодевалка, костюмы, чёрт с ними. Эти костюмы, конечно, обескураживают. Слушай, так может это самое время просто остановить и... Ещё и забрать ключи у макаки? Нет. Вот что он здесь делает? Вместе с этим причём. Блин, это так тупо. Два зверя как будто бы находятся у нас тут. Это вообще очень странно. Так, подожди-ка секундочку. Да, конечно, багов в игре... Ту его хуча. Прям печалите. Спасибо. Ну да. Так, ну-ка пойдём попробуем. Я не знаю. Ну просто драться он не хочет. Время остановить, по-моему, самое оптимальное. Оптимальное. Ну и попробуем. Остановите время. Ну-о-о-от. Бери. Это не то, что ты ищешь? Я бы на твоём месте ещё раз подумал. Подумай. Как я добыл ключ? Ммм? С помощью магии. Смотри, что может магия. Хочешь превратиться в куколку в розовой пачке, чтобы тебя заставляли играть, Шанталь? Бежать. Я дам тебе 10 секунд форы. Наконец-то мы забавились от макаки. Окончательно и бесповоротно. Она больше не вернётся. И почему-то не хочет откройть дверь. Неясно. Видимо, он так откроет сам. Это опять я. Не двигайся. Как ты пробрался мимо обезьяны? Может быть, мне помогли невидимые силы? Забери это. Успокойся. Я не хочу неприятностей. А у тебя ещё есть голова на плечах? Я бы только хотел поболтать со старыми друзьями. Правда, ребята? Хорошо, хорошо. Они и всё, что у меня осталось. Мне кажется, там немножечко неправильно перевели его фразу. Так, и что я могу сделать? Двигать статую понемногу. А почему? Почему я только вот эту могу двигать? Так. Что у нас тут есть? У нас здесь есть... А, ну, естественно, компас. Давай посмотрим на ткань. Старинная рыжий не боец. Иначе он пошёл бы на штурм с головой и превратил бы в анбёрнов до того, как они бы до сюда добрались. Думаю, он считает, что самое безопасное для него. Просто ждать. Видимо, да. Я должен заставить его отдать мне компас и поскорее, а потом убираться отсюда. Старина рыжий, как пороховая бочка с подожжённым фитилем. Так, ну, естественно, я так просто не заберу духа в компас. Если я украду компас, старик рыжий, и весь его зверинец вцепится мне в глотку. Будет лучше, если он сам по доброй воле мне его отдаст. Тоже верно. Угу. Ну, смысл как бы двигать статую, я не знаю. Ну, подвинь, попробуй. Мне кажется, он у нас лучше не будет. Старина рыжий заметит, если я сдвину статую. Я так понимаю, нужно опять, да? Ну, да. Останавливать время для рыжего, а мы как бы... Ну, да, да. Подвинем статую. Я не знаю, правда, нахрена. Ну, двигай. О, Болем, только что двинулся. А? Не знаю. Разве? Ну, почему? Разве он не должен? Живые друзья. Друзья живут. Друзья двигаются, правильно? Ага. Вот как я должна была до этого догадаться? Я это сделала просто от безысходности уже, потому что я просто не знаю. Он точно двинулся. Кто двинулся? Уильям? Он хочет что-то мне сказать. В смысле? Эта каменная статуя хочет тебе что-то сказать? Это может для тебя плохо обернуться. Плохо? Да. Ты обратила его в камень, правильно? Наверное, ему остальным это не понравилось. Не совсем понравилось. А как ты соберешься защищаться? Они уже каменные. О, я глазник не спущу. Не моргай. А теперь-то я могу взять? Или еще что-то надо делать? Еще раз может двинуться? Можно, кстати, если он смотрит на них, можно было бы, мне кажется, забрать уже. Пора повеселиться. Ой. А, это он... Это он как бы показывает, что он делал все это время. Хор. Нет! Нет! Что тебе от меня надо? Они хотят тебя убить. Беги! Да, это, честно говоря, реально было жутко. Манекены, блин. Я сама там кони двинула бы. Они требуют... Беги! Они хотят тебя убить. Я постараюсь их задержать. Беги! Получше. Получилось лучше, чем я наделась. Но это было, да, это было забавно. Ну, короче, да, если в какой... Компас духов. Теперь у нас есть книга мертвых, компас и искра жизни. Все, что нужно, чтобы вернуть Алистера. Харакулу! Пойдем. А, даже вот так, да? Ну, в принципе, здесь, да. Если с обезьяной решалась с помощью остановки времени, то и с этим. Хорошо, а теперь искру жизни! Эм, куда ее пихать? Это... Это не сработало. Что? Что случилось? Архимаг Алистер? Почему я лягушка? Потому что... Да, почему он все еще лягушка? Мы вернули его... В этот мир его душу. Превращение его в человека в условии никогда не входило. Но... Превратить лягушку обратно в человека очень просто. Не, его просто должна поцеловать принцесса-девственница. Отлично. Мы же девственницы. Где мы их возьмем? Слышь! У меня не было секса! Правда? Докажи! Ну вот, блин. Лол. Смотри-ка, не было. Оу. Спасибо. Но... Я не понимаю. Почему его беременны? Артефакт. А? Артефакт божественной судьбы может исполнить любое желание. Айва долго его носила. Если кто-нибудь проводит достаточно времени в присутствии настолько мощного магического объекта, магия может задержаться. Она продолжает действовать, даже если самого объекта больше нет. Но я не желала ребенка. Я не говорю, что ты желала. Ну... Да, я... Это ты со мной сделал? Ты хотел создать со мной семью? В общем... Да, но... Я не знал. А-а-а-а. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Иво из королевства Вудленд. Будешь? Будешь ли ты моей женой до конца своих дней? Да! 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 Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Поздравляем вас обоих! Аминь! Скоро мы станем настоящей семьей! И для нас... Нам до этого даже не понадобился секс. Ха-ха-ха-ха. А, да, круто. Теперь скажи, что произошло? Ой, боже, у меня че-то аж ручки вспотели. Ладошечки. Как я люблю такие моменты, господи. Ой. Да. Ты был приращен в лягушку, маленький Ван Бёрн. Там был голем и мунгус. Он обманул Уилбура, но ты раскусил голыма за секунду, и мунгус не был бы для тебя проблемой. Но потом ударила эта невероятно магическая энергия. Она совершенно застала меня врасплох. Это была маленькая девочка. Она схватила палочку Уилбура, и поскольку она являлась самым прямым потопком... Короче, вы поняли. Палочка Уилбура принадлежала... Господи боже. Она превратила половину Систона, и здесь она тоже побывала. Я видела волшебство в своей жизни, но что творила эта девчонка... Оооо, черт. Где Уилбуру и Рэми? О. Мне жаль, Архимаг, но... Рэми мертв. Его убил. Призрак. Правда? Нет. Я еще его чувствую. Он умер на руках Уилбура. В том самом храме, где он нашел волшебную палочку Уилбура много лет назад. Что это за храм? Точно не знаю. Уилбур думает, что он был посвящен какому-то злому богу. Он называл его Безымянным. Безымянный. Значит, это не очень хорошо. Какие-то колдуны исправляли там ритуалы и построили машину. Палочка. Она попала от Ван Бюрна в Куилбуру через Рэми. А потом к девчонке Ван Бюрн. Мне нужно было изучить ее тщательнее. Ну, мы в курсе, что Рэми не мертв, потому что это был на самом деле Мункус. Может быть, это вообще с самого начала все это время был Мункус, кто его знает. Или в начале был сперва Рэми, а потом его похитили, заменили и... В общем, вы поняли. Уилбур делает то, о чем его попросил Рэми. Он ищет книгу, в котором написано, как можно уничтожить балочку Ван Бюрна. Точно это Мункус. Это не Рэми попросил. И книга нам не скажет, как уничтожить балочку. Черт, точно. Братья Ван Бюрна были... Мы должны остановить Мункуса и его безумный план любой ценой. Мункуса? Разве Ван Бюрна не главная проблема? Они прощают весь мир шаг за шагом. Мир, который погибнет, если Мункус завладеет книгой из темного леса. Быстро, дай мне волшебную палочку. Эээ... Ну, в общем... Твоя волшебная палочка... Ты не прислай ее, да? Она... Она должна быть все еще в сестоне. Мне нужно ее получить немедленно. Без нее я не могу направлять свою силу. Я чувствую себя очень слабым. Я раскачу Гарю Мэри. Поехали. Полетели? Все-таки. Привет, зверь. Мы приватили Архимага обратно. И ты не поверишь, но его и я... Вы меня обманываете! Где эльфийка? Эй, эй! Полегче с этой штукой. Что тут происходит? Алистер? На этот раз возврата не будет! Иво! Давай, Алистер! Если ты будешь прятаться за спинами друзей... Нейт! Иво, уходи! Немедленно! Нет! Нет, она должна ему помочь! А почему она ее отпустила, эльфийку? Мамочка! Я делала все тут так красиво! Не волнуйся, дорогая! У дорогого Архимага нет палочки, и он слабый! Палочка должна быть уничтожена! Она приведет к невообразимым страданиям! Это ключ к власти! Моей власти! Шанталь! Если мы не уничтожим палочку, произойдут ужасные вещи! Это меня правильно прочитала! Не слушай его! Но она моя! И я не делаю ничего ужасного! Правильно, мой зайчонок! Снюкопулей... И что-то там! Хехех! Речь не о вас и вашем маленьком государственном перевороте, госпожа Ивану Бюрен! Здесь действуют другие силы! Зловещие силы! Которые вы, конечно, сможете остановить, если мы вас отпустим! Правильно? Вы не понимаете! Мы говорим о конце света! Ха! Ха! Вы скажете что угодно, чтобы сохранить свою шкуру, Алистер! Да ёппер, тупая женщина! Убери эту голову! Она опасна! От обращения в камень нет противоядия! Поэтому никто не осмелится оспарить мою претензию на власть! Самая мощная палочка в мире — голова, которая обращает в камень любое существо из плоти и крови! В наших руках оба самых опасных оружия во Вентазии! Никто нас не остановит! Ну, тварь! Вы правы! Пора с этим кончать! Ха! Вы хотите нас остановить? Ну, типа того! А, он сам делает! Оба-на! Эй! Ты чё, Архимаг, ты решил кони двинуть после того, как я всю игру тебя спасала? Нифига се! Он так умеет? Стреляй! Мы победили! Вы не победили! Я стану ещё сильнее, чем вы себе можете представить! Упс! Но! Это всё ерунда! Если бы так произошло, то я бы... Не! Что ты думаешь, Нейт? Что это за место? Да, кстати, что это за место? Да! Да, именно оно... Блин. Ну, нет, но не! Nous его расколдываем. Это ж, книга не написанных историй! Пусти меня!! Ух ты, нифига. Ты не можешь ему помочь. Но мы можем... Не можем его просто бросить. Мы должны остановить Мункуса. Используя храм, мы откроем дверь в измерении подземелья Безымянного. Мне этот Безымянного совершенно поровно. Я должна спасти мужа. Спасти. Иго. До него не добраться. И нет никакой надежды? У меня сейчас в выке даже будет. Нет, надежды есть. Но если Палочка сделает то, для чего была создана, это будет означать конец всякой надежды. Для Нейта, для тебя и для вашего ребенка. Если хочешь его спасти, тебе нужно отправляться в Систум. Что мне нужно будет сделать? Я солгал вам, Берн. У меня больше нет силы. Все мои оставшиеся силы уходят на то, чтобы оставаться в стране живых. Но вскоре мне придется ее покинуть. Вот почему от вас зависит ост... Как-то странно это было. Остановить Монкоса нельзя позволить его воспользоваться машиной в храме. Я остановлю его. Будь осторожна. Он умен, силен и готов на все. А я беременная женщина, у которой мужа отобрали. Я постараюсь предупредить Уилбора в темном лесу. Его обманули. И он играет на руку врагам. У меня осталось мало времени. Прощай его. Но что мне делать? Ребенка не выронить. Я вернусь как можно быстрее. И мы воссоединимся, любимый. Ах. В данный момент наша надежда в Систуме. И с Уилбором в темном лесу. Ну ладно. Музка, кстати, вот эта, которая сейчас играет. Она моя самая любимая. Во всей игре. И радостная, и в то же время трагичная. Кто уверен, Уилбор? Да. Кто-нибудь в деревне будет знать, где жил старый Ван Бюрон. И может быть. Даже где мы найдем книгу. Может быть мне пойти с тобой. Если у тебя ноги болят так же, как у меня. Тогда я не хочу, чтобы ты этого делал. Я ненадолго. Ты не приглядишь за Тимми? Не волнуйся, он спит. Когда вернешься, тебя будут ждать горячие колбаски. Ну же ты не дождусь. Чудно. И мы куда-то ушлепали уже. Это та самая локация, которая у нас стоит. На обложке. Похожа на кладбище. Кстати, да, что-то такое есть. Почему-то вспомнилось. Это самая предыдущая игра. Трудно сказать, насколько деревня старая. Она могла бы сотни лет стоять тут на праве леса. Могла бы. Что-нибудь еще тут? Смотрите кладбище. Сперва смотрим, потом пойдем. Герб, кстати, какой-то. Кладбище довольно жуткие, даже при обычных обстоятельствах. Но это, ух, особенно жуткое. Интересно, а почему люди в отдаленных деревнях не могут вставить кресты над кровью ровно? Почему бы им не воспользоваться угольником, уровнем или просто собственными глазами? Церковь выглядит так, как будто тут уже много лет никого не было. Церковь-призрак. Нет, скорее церковь для призраков. Церковь для людей. Совершенно никакого отношения к миру духов. Понимаешь? Как и все здания в деревне пустая, жуткая и какая-то немного грустная. Так, что у меня мужика? Мужика. Мужика какая-то. Не соответствует, мне кажется, локации. Она подошла по каким-нибудь мурдорским полям. В этой печи огня не было много лет. А учитывая то, насколько она кривая, мне надо следить за тем, чтобы она не рухнула на меня. Все, да? Там же больше... О, нет, не все. Ммм, аборжурные кирпичи для строительства домов. Очевидно, где-то поблизости месторождения глины. Дом ремесленник, кажется. Лоски, кирпичи, а там немного соломы и несколько черепиц. Это мне пригодится, я так понимаю, когда-то. Должно быть ремесленник бросил дом много лет назад. Сейчас у него в деревне было бы много работы. Нет, видимо, не пригодится. Так, туда мы можем зайти. Освещенный дом. Что про него скажешь? Это единственный дом в деревне, где горит свет. Кажется, это что-то типа лавки. Так, я могу зайти. Так, нет, еще что-то смотреть могу. Ммм, кажется, здесь все-таки кто-то живет. Это простыня висит здесь недолго. Ммм, а почему я могу до сих пор ее смотреть? У меня даже ничего нет, офигеть. Деревня выглядит довольно заброшенной. Повсюду тут только временные заплатки, если они вообще есть. Давайте, знаете, еще, прежде чем туда заходить, вернемся назад, поговорим с нашими. У меня болит каждая косточка в теле. Это была долгая дорога. Но прежде чем я сяду отдыхать у огня, я хочу немного разузнать о пребывании Ван Бюрена в темном лесу. Понятно. Кто-нибудь обязан его помнить? Сумасшедший колдун так просто не забывается. Ясен пень. Ладно, пойдем. Хотя, чувствую, ты не зайдешь туда, потому что... А хотя, почему нет? Эй! Есть кто-нибудь дома? Проваливай! Ты не получишь мою голову! Я не хочу твою голову, мне нужно только немного информации. Уходи, всадник без головы! Ты меня не обманешь! Эй, всадник без головы там? Как будто ты этого не знаешь. Он со мной охотится. Ему нужна моя голова, чтобы посадить ее к себе на плечи. Эх, ты уверен, что ему нужна твоя голова? Или вообще, чья-нибудь голова? В смысле? Как ты думаешь, что он сделает, если увидит гнома с большой и красивой головой? Проваливай, демон! Меня зовут Уилбур Уэзервейн. Я гном, живу в Систуне, и хочу просто задать тебе несколько вопросов. Конечно, гнома Систуна приперся в одиночку в темный лес и хочет просто задать несколько вопросов. Я не один. Вместе со мной живет скобет, зомби, робот и... Живой. И, говорящая крыса, нет никаких причин волноваться. Довольно проваливай, демон! Так, ладно. Можем мы поговорить внутри? Тогда нам не придется кричать. Оу, теперь я понял. Ты дьявол! Ты не можешь войти в мою лавку без моего приглашения! Это, кстати, все отсылки. Чего ты? Я не могу вспомнить. К чему? Я не дьявол, клянусь! Один из любимых трюков дьявола заставить всех поверить, что он не дьявол. Это смешно. Я открываю дверь. А сразу это сделать нельзя было. Да. Ух ты, нифига. Привет. Умри, монстр! Эй, ты мог в меня попасть! Не двигайся! Ты хотела сначала сказать не двигайся, а потом выстрелить? О! Никакой психокинетической энергии! Ты не волшебный! Э, спасибо, что напомнил. Так, я могу двигаться. Как это? О, ты и... Чё, ты рада? Так, ладно. Прошу прощения, я тебя зовут... Уэйл. Тим Уэйл. И это твоя лавка? О, да, сэр, я мэр. Ты прекрасна деревня. Я также священник, пожарный, землевладеец, кучер и кузнец. И я учу играть в нэдбол. О, похоже, ты очень занятый человек. Ну, в этом есть свои преимущества. Обычно на заседании к советам мы быстро приходим к согласию. Эй, может быть, ты хотел бы переехать в Сомбервиль? Я могу предложить тебе пост судебного пристава. Я не задержусь здесь дольше, чем необходимо. О, это из-за безымянного ужаса, который таится в лесу, да? Не могу тебя осуждать. Как я сказал, меня зовут Везервейн. Уолбор Везервейн. Я ищу информацию о неком Ван Бюрэне. Он должен был жить здесь несколько веков назад. Калдон, жуткий, жуткий человек. Тебе не надо водиться с такими людьми. Он ведь уже умер, правда? Да, он умер больше 30 лет назад. Я помню, как люди шли к замку с вилами и факелами. Очень традиционно. Ясно. Аградывайся назад, если бы они его не убили, мы, возможно, не были бы прокляты. Ван Бюрэн тебя проклял? Всю деревню? Все знали, что в своем замке он занимается нечестивыми экспериментами. Но, в принципе, мы друг с другом ладили. В смысле, мы бы никогда ни за что не пошли штурмовать его замок, если бы паладины и маги нас не заставили. Они говорили, что наш дух получил в борьбе против зла. Должно быть, это были те же самые, что и воевали против культа Безменного. Кто бы они ни были, они исчезли, как только колдун умер и оставили нас. Один на один с проклятием? Проклятие заставляет людей исчезать? Не совсем. Это всегда было особенное место, понимаешь? Например, здесь все время ночи, а луна все время полная. Лес и горы путают чувства, типа того. Важно сказать, что люди в этой местности ко многому привычны. Но после того, как колдуна убили, все изменилось. Садник без головы? О, не только он, другие тоже. Отвратительные существа. Они приходили из леса и... Охотились на нас. Перелавили нас с одного за другим и утащили в лес. Я единственный, кто остался. В деревне всегда ночь? Это просто кошмар. Почему это кошмар? В некоторых местах всегда лето. Где-то на севере есть остров, где все время идет дождь. Здесь все время ночь. О, некоторые приезжают сюда специально, так же, как другие, есть теплые королья. Например, несколько лет назад в замке поселился джентльмен. Целый граф. Кажется, у него нет никаких проблем с тем, что здесь всегда ночь и полная луна. Этот замок на горе? Там? Там жил колдун? Там он жилт. Там он умер. Значит, туда мне и надо. Удачи! Ни за что не найдешь дорогу в горах. А слабо показать? Ты имеешь в виду оставить мою ловку? Когда там меня подстерегает садник без головы? Не-не-не, ни за что. Я последняя, самая последняя, до сих пор живет в деревне. Кто? О, некоторые сбежали. Но большинство... Понятно, очень красноличиво. Красноличиво. Алло. О, когда я умру, умрет деревня. Что, об этом бы сказали мои предки? Ага. Как у мэра, я уверена, что у тебя есть план, как остановить садника без головы, правильно? О, конечно. Я отправил за ним охотника за головами. А, это может оказаться довольно сложно. По нескольким причинам. Может быть, ты хочешь попытать счастье? Нет. Я не охотник за головами, к тому же, у меня нет времени. Мне нужно найти книгу, тогда я смогу уничтожить волшебную палочку. А, отлично. Если это важнее, чем спасти Сомбер Вилет уничтожения, тогда вперед. Спасибо за помощь. Мы выступаем к замку завтра рано утром. Конечно, есть одна проблема. Что, узнать, когда наступит завтра? Нет. Нет. Я скорее о скрытых ущельях. Бритвий на острых камнях. Бритвий на острых камнях. У меня есть ясная цель, и я вырос в горах. Я найду дорогу без всякой помощи. Хорошего дня. Доброй ночи. Доброй ночи. Так, а можешь освобождать их? Круг, моя последняя линия обороны, на случай, если соль перед окнами и дверьми не выдержит. Значит, существует с леса призраки? Там живет много всякой нечисти. Почему бы и не призраки? Лучше защищаться, чем жалеть. Good point, что называется. А, ладненько, давайте здесь тогда остановимся. В следующей серии уже будем изучать это место, думать, что нам надо делать. И, в общем-то, темно тут в локации, вот что я могу сказать. Кстати, наверняка отсылки к чему-то, но я не узнаю ни те, ни другие доспехи, если честно. Вообще, ни одни. Вот это на зачарованных, похоже. Чуть-чуть. Здесь какая-то непонятная хренатня. В общем, напишите, если кто-то что-то узнает тут. Потому что я ничего не узнаю, если честно. В любом случае, надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. На канал зовите друзей. До встречи в следующей серии. С вами была Сэм, всем удачи. Пока-пока.